Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами творческие люди, профессионалы, которые помогают реализовывать кинопроекты здесь, на территории Владивостока и Приморского края. Это Дмитрий Шевцов и Александр Лазарева. Здравствуйте! Здравствуйте! Александра Лазарева и Дмитрий Шевцов – сотрудники кинокомиссии Приморского края. Главная задача этой творческой организации – продвижение нашего региона через развитие киноиндустрии. Усилия Дмитрия, Александры и их коллег направлены на то, чтобы создать на территории Приморья комфортные условия для работы иностранных и российских съемочных групп. За последние годы на счету кинокомиссии более 20 проектов, которые были успешно сняты во Владивостоке и Приморье. Я думаю, многие в нашем городе творческие люди, наша творческая, так сказать, тусовка, знают, что вы являетесь сотрудниками кинокомиссии. Это очень своеобразная такая организация, которая помогает осуществлять кинопроекты, совершенно разные по масштабности, начиная от локальных, заканчивая международными. И вот именно с последних новостей, связанных с кинокомиссией, я хочу начать наш разговор, а именно то, что вы в очередной раз стали участниками азиатского кинорынка, прошедшего в конце октября, и впервые представляли там фильмы приморских режиссеров. Вот расскажите, пожалуйста, о том, как все это происходило, какие плоды этого сотрудничества, может быть. В этом году кинорынок состоялся в формате онлайн, естественно, как многие международные события. И впервые у нас была возможность представить именно фильмы приморских наших режиссеров. Одним из них стал фильм Сергея Боровкова. Его, к сожалению, не купили, но посмотрело достаточно много людей. И он находился в ряду с такими режиссерами на этом кинорынке, как, например, Кончаловский. Я думаю, что это много значит. Как мы уже начали говорить за кадром, само название «Кинокомиссия» немножко человека непосвященного ассоциативно может отсылать к каким-то смыслам, как проверки, контроль, что-то такое. При этом абсолютно противоположную функцию вы выполняете, потому что вы как раз-таки помогаете реализовывать проект и ни в коем случае не контролируете. Давайте немного для широкого круга зрителей обозначим, в чем состоит миссия «Кинокомиссии». «Кинокомиссия» — это всегда такая государственная организация или компания, которая на себя берет именно взаимодействие кинокомпаний, которые приезжают в регион, например, с государством, то есть взаимодействие с государственными структурами. Также «Кинокомиссия» берет на себя организацию съемочного процесса в данном конкретном регионе, то есть она помогает в поиске локаций, в поиске актеров, в поиске оборудования, в наборе местного персонала, то есть все, чем может «Кинокомиссия» помочь на месте, всем этим она помогает приезжей кинокомпании, иностранной либо российской. Я бы хотел добавить, это, знаете, когда в кино смотрите трейлер какой-то, да, смотрите во всех кинотеатрах страны, да, и вот наша задача, чтобы Приморский край был не только во всех кинотеатрах страны, но и во всех кинотеатрах мира. Ну, то есть, да, самая такая глобальная задача «Кинокомиссии» получается продвижение региона посредством кино. То есть чем больше зрителей увидят, например, там в той же Корее, Владивосток, тем больше корейцев приедет сюда. Я, да, приведу пример. Допустим, у нас снимался большой проект «Старый телохранитель. Легенды гонконгского кино. Самохуна». И этот фильм посмотрело только в одном Китае более 10 миллионов человек. Ну, то есть, представляете, 10 миллионов человек увидело Приморский край. Это только в кинотеатрах. Я не представляю, сколько фильм посмотрело по телевизору и в интернете. Или, вот, допустим, недавно, года два назад приезжал японский режиссер, снимал клип для группы NGT48. Это тоже такая легендарная группа в Японии. У нее много поклонников по всей Японии и не только в Японии. Косе... Коки Хосе. Коки Хосе. Режиссер очень интересный тоже. И вот этот клип тоже посмотрел более 2 миллионов только в Ютюбе, понимаете? Я потом читала какую-то статистику, да, именно по Приморскому краю, что через несколько месяцев после выхода клипа примерно на 30% увеличился туристический поток из Японии. Конечно, это не было связано, да, именно с клипом, но вот такая все-таки взаимосвязь какая-то, я думаю, что она есть. Абсолютно, да. Это такое ненавязчивое промо получается. Как говорят, да, что Нью-Йорк – это самая-самая хорошо промоутированная киностолица в мире. Почему? Потому что он фигурирует в огромном количестве фильмов, и миф, который сложился вокруг этого города, притягивает огромное количество туристов. Но будем надеяться, что, может быть, у Владивостока тоже когда-нибудь сложится свой миф. Пока я хочу спросить, а как вы видите, за годы, что вы работаете в этой сфере, динамика вот кинопроцессов, она все же нарастает или она примерно одинаковая с года в год? Я хотел бы разделить российское кино и азиатское, да. То есть в российском кино, в принципе, тенденция такая, что если в сценарии прописан «Владивосток», то это будет «Владивосток». Ну, зачастую. Хотя бывают такие ситуации, допустим, когда было несколько проектов, допустим, фильм «Воин» продюсера Бондарчака, который в сценарии был прописан «Владивосток», а снимали в Каниграде. По многим причинам, да, то есть сюда как-то не получается приехать, или там, допустим, дорогие билеты, либо в «Райдеры» у актера какого-то написано, там, перелет не более трех часов. Такое тоже бывает, вот, или занятость очень большая у актеров, или фильм, допустим, еще «Супер Бобровый». Он тоже был написан про «Владивосток», а то в «Владивосток» какие-то локации были. Мы, на самом деле, уже с компанией готовили проект, все подготовили и нашли локации непонятно, но группа все равно снимала, допустим, в Краснодарском крае. Тоже из-за вот этих причин, потому что мы далеко, не все актеры могут сюда ездить, и тем более на длительный срок. Что касается иностранцев, тут много таких моментов. То есть иностранцы всегда хотят снимать Россию, типичную для своего восприятия, как их у них воспринимают люди. То есть вот как в новостях, допустим. И им не нужны мосты наши, то есть у них свои красивые есть. Им нужны какие-то старые европейские дома, допустим, которые есть в центре Владивостока. Либо у нас возникла проблема, допустим, с китайскими компаниями, они перешли снимать в Хабаровск. Потому что, по их мнению, Хабаровск намного российские, вот их представление о России. Они бы с удовольствием все иностранцы снимали где-нибудь в Кремле или на Красной площади. Это вот прям 100%. Но в Владивостоку появилось то, что он находится рядом. И до Кореи тут 2 часа, в принципе, до Японии тоже самое. Когда был какой-то проект, я не помню, Киоси Курасава снимала здесь полный метр свой. И прилетел актер, и он говорит, ой, ничего себе, как так быстро. Говорит, 2 часа, и я в России. Говорит, я-то не думал, что вы так близко находитесь. И получается, что в Россию, они приезжают снимать Россию именно так, как они хотят у себя увидеть Россию. Либо они снимают здесь Европу. Если не Россию, тогда Европа. И тогда вот Владивосток, в принципе, там старые улочки Арбаты, допустим, да, им очень нравится. То есть это именно такой европейский город. Вот мы снимали фильм Дэра Кацана «Родная душа». И Владивосток сыграл роль не только Владивостока и России, но также и других городов. Там не только Европа, да. Были показаны старые здания, был показан старый трамвай. Паром Владивостокский, он сыграл роль парома аргентинского. То есть там развивается флаг Аргентины. И главная героиня, стоя на этом пароме, идет через льды. Да, такой красивый фильм. И там фильм заканчивается, когда героиня идет по косе к Майку Токаревскому. Мне очень нравится этот фильм. Он не связан никак с криминалом, да. Потому что зачастую Владивосток снимает, как такой портовый криминальный немножко город. Вот. И фильм Дэра Кацана, тоже говоря о продвижении региона. Он получил два приза китайского Оскара у себя в Гонконге. Сейчас упомянули «Маяк». Я не сомневаюсь, что это одна из самых востребованных локаций у киношников. Расскажите, что еще привлекает кинематографистов у нас в Владивостоке и в Приморье. И какая, на ваш взгляд, самая недооцененная, может быть, локация, которую вы бы предложили съемочным группам, но они что-то вот все не могут ее распробовать или там решиться на ней снимать. Ну, для российских съемочных групп мосты все-таки стали символом. То есть они, если показывать Владивосток, то это мосты. И всегда любая российская съемочная группа хочет поснимать на мосту, прям перекрыть движение, вот прям всем хочется. И фильмы «Напарник», и... В горизонте. В горизонте, и на районе с Козловским. То есть машины гоняют по мосту. Это действительно, ну, очень круто смотрится. Вот поэтому для российских съемочных групп, конечно, мосты – это такая фишка Владивостока, чтобы показать, как, допустим, показывают Золотые ворота в Сан-Франциско, да, то есть то же самое. А для иностранцев это историческая часть города. Вот, мосты они обычно не снимают. Ну, вот маяк попадает в кадры, да. Ну, что-то связанное... Я говорю, что они хотят показать именно Россию, как привычно для их аудитории. Церкви, храмы. То есть это вокзал, наверное. РЖД вокзал, да, поезд обязательно. То есть у нас зачастую, очень часто снимают в поездах РЖД. Вот, это все такое для них экзотика некая. У нас был проект с Томасом Атолло, режиссер, который и друг кинофестиваля, и друг вообще города. Он снимал фильм художественно-документальный «На Карине». Как раз была постановка в драматическом театре Медведского. Да, с норвежской актрисой. Геральд Мусе, да, с супругой Томасой. И вот мы с группой из Владивостока, там был и Глеб Телешов, и Антон Шепширевич, мы проехали с Норвегии, с Мурманска из России до Владивостока. Три недели мы снимали вот на протяжении всего историю Анны Карининой, которая познает Россию через произведения, через культуру России. То есть интересный проект, очень сложный, но интересный проект. А что насчет недооцененных локаций? Есть такие или, на ваш взгляд, все яркие места, они востребованы? Ну, вообще вот приезжали, когда в прошлом году корейская группа приезжала, которая собирается в следующем году снимать. У них был какой-то свой замысел, да, то есть им нужна была Владивостокская крепость. А мы их повели, вот после фуникулера начинается спуск, да, и там разные есть такие закоулки, где даже я до этого не была. Вот Дмитрий им показывал, потому что он у нас по локациям, ну, такой крупный специалист. Они были просто в восторге от вот этих всех домиков, от там каких-то переходов, которые между домами есть. То есть, ну, им вот это тоже все очень понравилось, и какие-то из локаций они будут снимать в своем кино. Кстати, это хороший мостик к следующему вопросу, ведь вы не только, далеко не только организационной работой занимаетесь накануне приезда съемочных групп, но и являетесь полноценными участниками съемочных групп, как я понимаю, да, когда они уже начинают реализовывать. Расскажите об этом опыте. Я успела заметить, что вы себя попробовали в разных ипостасях. То есть, где-то вы там замдиректора съемочной группы, а где-то вы линейный продюсер, а где-то, ну, то есть, что удалось на собственном опыте пережить вместе с киношниками? Ну, очень много всего. Ну, то есть, вот с 2008 года, наверное, я только работаю в кино, больше нигде не работаю, и было, наверное, около 40 проектов различных. Они все интересные, я люблю каждый из них. То есть, какой-то был сложнее, какой-то проще. В любом случае, ты занимаешься организацией съемок. То есть, ты можешь заниматься, быть там, замдиректором картины на российском проекте, либо локейшн-менеджером, либо продакшн-менеджером. А мне, я, наверное, как девочка, успела попробовать как-то больше таких профессий. То есть, мой первый проект киношный, я работала костюмером и ассистентом по актерам на японском проекте «Человеческий капитал», который снимался в Хабаровске. И было очень интересно работать и с местными актерами, да, которых мы подбирали во Владивостоке и везли потом в Хабаровск. То есть, ну, полностью создавать для них образ. Хотя я там не стилист, да, не художник по костюмам, но по заданию японского художника по костюмам, то есть, было достаточно интересно походить с актерами, подобрать им что-то, да. Они у нас играли агентов, ну, ФСБ, не ФСБ, но, в общем... Спецагентов. Спецагентов, да, это было достаточно интересно. Потом на фильме «На край света», который снимался, так, относительно недавно, да, в 2016-2017 году, я была ассистентом по актерам, то есть, я работала конкретно с актерами, которые сюда приехали, то есть, актеры тоже все-таки интересные, уже успели посниматься в российских сериалах, то есть, достаточно известные, ну, тоже мне было достаточно интересно. А вообще есть разница в почерке, если можно так сказать, в стиле работы азиатских съемочных групп и российских? В принципе, все работают по голливудской системе. Ну, то есть, вот, действительно, есть некие правила игры, работы в кино, они есть как у российских съемочных групп, так и азиатских. Китайцы немножко по-другому работают, да, но это другая история. Бывает, конечно, у российской съемочной группы 12-часовая смена, да, когда приезжает японцев, допустим, когда снимал «Кьюиси Курасава», допустим, мы работали, наверное, 18-20 часов, то есть, практически не спали, за неделю мы сняли полнометражный художественный фильм, представляете, то есть, это вообще нереально было. Вот, они такие трудоголики, то есть, они снимают, вот, приезжают сюда на неделю, они готовы круглосуточно снимать и работать. И то же самое китайцев касается. Мне очень понравилась, допустим, работа на фильме «Старый телохранитель» как раз сама Хунга, потому что действительно там был продакшн-менеджер, Айрис, которая работала, допустим, с Томом Крузом на всех частях, да, и мне было приятно у нее поучиться много ему. И после того, как мы закончили съемки, я так говорю, Айрис, скажи, как мы вообще организовали тут, потому что организация была там, было 5 съемочных дней, но мы полгода работали, чтобы организовать съемки. Я говорю, Дим, все классно, говорит. Говорит, и 5 никому не ставлю, вообще, ну, то есть, пятерку, да, а вот четверку поставлю, потому что вы работаете точно так же, как в Нью-Йорке. И мне, ну, как бы, мы действительно постарались сделать максимально, и перекрыли Светландскую, и там нам помогли и мэрия, и администрация края, и сотрудники правоохранительных органов, которые очень постоянно помогают. Ну, в общем, было все так классно по организации, потому что приехало, на самом деле, 200 человек в съемочной группе, это очень большая группа, действительно. Там Мандилава прилетел на своем личном самолете, 30 человек прессы только с Гонконга было. Ну, то есть, такое, и после этого проекта про Владивосток загорели все. То есть, про эти съемки узнала и Голливуд-репортера, и Врайти. Ну, то есть, прям в тот момент в мире все говорили о том, что сама Хонг снимает во Владивостоке. Это было круто, это еще одна такая часть продвижения региона, это вот пресса, которая освещает работу съемочной группы, когда приезжают какие-то звезды, в данном случае звезды Гонконга. Если говорить о какой-то ролевой модели, которую Владивосток мог бы иметь в виду, ну, к чему стремиться, да, вот на какой киноцентр, на какой киногород, может быть, вам бы хотелось, чтобы Владивосток был похож, что можно здесь привести в качестве ориентира? Ну, наша такая вот мечта, чтобы Владивосток все-таки был похож на Пусан. Мы очень любим этот город, и там потрясающий кинофестиваль, кинорынок. И они пошли по пути именно такого комплексного развития кино, киноиндустрии, да, то есть у них создалась кинокомиссия, создался кинофестиваль, потом киношкола и киностудия, да. То есть вот эти четыре связующих звена, они объединяются и приносят плоды, действительно, потому что, в принципе, в мире знают все Пусанский кинофестиваль. Это один из лидеров азиатского кинорынка. И Пусан перетащил очень много проектов у Сеула. И вот главное достижение Пусанской кинокомиссии. За последние годы у них несколько лет назад снимала компания Marvel фильм «Черная пантера». Они готовили два года этот проект, там более 300 человек людей привлекли, на него снималось всего две недели. И буквально несколько сцен, где машина едет по мосту, вот, и на самом деле как раз тот момент, когда Пусан увидели во всех кинотеатрах мира. То есть Пусан для нас это такой город-мечта, и я надеюсь, что когда-нибудь Владивосток превратится такой в киногород. Ну, естественно, хочется, чтобы появлялся такой голливудский проект. У нас, кстати, с 2010 года есть такой проект Брэда Питта «Тигр» называется, с Ароновски. Они купили права на экранизацию книги, одноименный «Тигр», да. И вот уже, ну, 10 лет они идут к этому, да. И мы вот несколько лет назад были в Пусане, разговаривали с location-мейджером. То есть этот проект не умирает. Сюда ездит, там, раз в два года сценарист, который переписывает постоянно сценарии. И я думаю, что, может быть, через несколько лет голливудская студия будет снимать. Но нам к этому всем нужно сильно подготовиться. И России, и Приморскому краю в частности. Система ребейтов, которая вот заработала в прошлом году, правда, ни один ребейт пока не выплачен. Но благо, что она заработала, иностранцы об этом узнают, потому что это такой очень сильный инструмент привлечения съемочных групп. Потому что зачастую Россию снимают где-нибудь в странах Восточной Европы. Потому что система ребейтов там работает уже несколько лет. Да, вот только недавно мы посмотрели новый сериал телеканала Netflix «Краевский гамбит». И там показана Москва, и снята она в Берлине. То есть я хотелось бы, конечно, чтобы Москва снималась в Москве, Владивосток и Владивостоке. Если это Россия, то снималась в России. И такой инструмент, как кэш-ребейт, который должен быть у нас равен 30-40%, это достаточно приличная сумма от потраченных денег. То есть я думаю, что этот инструмент, когда он заработает, он привлечет иностранные съемочные группы на съемки в Россию. А если немного отойти от организационно-технической части, а вот вернуться, скажем, к аспекту актерскому. Насколько интерес присутствует? Понятно, что основные звезды приезжают с ними к местным актерам. Дает ли это шанс кому-то из наших заявить о себе? Стремятся ли они к этому? Или как бы кинопроцесс отдельно, а наши актеры живут своей какой-то жизнью устоявшейся? Местные актеры, они нужны всегда. То есть всегда, когда приезжает проект, да, естественно, звезды, которые играют главные роли, они приезжают. Но всегда нужны актеры на второстепенные роли, абсолютно всегда. Вот у нас снимался здесь фильм «Чернильное море» в этом году. Режиссер Иван Соснин, достаточно уже такой успешный российский молодой режиссер. Он снимает, правда, пока только короткометражки, но они известны широкому зрителю. Он искал здесь у нас актера на друга главного героя. То есть это не главная роль, это роль второстепенная, она у нас с текстом. И они нашли здесь актера в Театре молодежи. К сожалению, потом пришлось его заменить на другого актера, так как у нас перенесли съемки, да, с июля на сентябрь. И актер Театра молодежи, он не смог, потому что у него спектакли. Ну, то есть наши актеры, к сожалению, они сильно заняты в спектаклях, да. То есть у них спектакли там каждые выходные, естественно, и репетиции. Им очень сложно участвовать именно в кинопроектах, потому что, когда режиссер сюда приезжает, да, нужно, чтобы актер был на площадке, там, все свои смены. Это 12 часов, естественно. То есть он не сможет участвовать ни в репетициях, ни в спектаклях. И это очень проблематично для наших актеров. Ну, есть молодые актеры, которые действительно, они могут превоплощаться и уже понимают, что такое кино и что такое театр. И это очень здорово. Я знаю, вот много у нас и Валя Запорожец, и Вадим Замараев, который очень любят почему-то иностранные все режиссеры. Да, и мы смотрели, кто у нас больше всего из актеров Приморского края снимается в фильмах. Это вот Вадим Замараев, он снимается во всех иностранных фильмах. Ну, кстати, в продолжение актерской темы давайте уже затронем и наши громкие имена, тем более, чтобы в Владивостоке отметились Данила Козловский, Александр Петров, кто-то еще и Алиса Хазанова. Ну, в общем, много было. Кто вам, может быть, запомнился таким приятным сочетанием профессиональных человеческих качеств? Ну, я вот успела, да, поработать с актерами, именно ассистентом по актерам. Мне запомнились актеры фильма «На край света». Вот Боря Дергачев, он сейчас, можно сказать, звезда «Тента премьер», он там во всех сериалах снимается. Вот он просто очень приятный, юморной и такой вот, ну, просто приятный вообще не человек. А Никита Павленко тоже. Приезжала также актриса Янге, тоже она в этом фильме снималась. Она и режиссер, но она такая очень своеобразная, если честно. То есть, как бы, если с этими ребятами приятно было работать, то с ней так немножко страшновато. Ну, потому что она такая немножко взбалмошная. Ну, актеры такие вообще. Экзальтированные. Разные, да. Зачастую бывает так, несколько дней они к тебе там присматриваются, ну, вообще присматриваются ко всем. А потом уже там обнимаются, то есть ты там, здороваются с тобой, там, не знаю, потом уже приглашают в гости, там, приезжая в Москву. Ну, были такие ситуации. И это касается и Дани Козловского. Ну, то есть, в принципе, все достаточно дружелюбные. Вообще интересно не только с актерами, но и с режиссерами общаться. Да, вот Дерек Цан, про которого мы говорили, который режиссер фильма «Родная душа», гонконгский режиссер. То есть, когда он приезжал к нам, это был его первый фильм. То есть, он начинающий режиссер, но, как мы потом узнали, в Гонконге он был звездой, но актерской. То есть, он актер там, который стал режиссером. И когда я вот в прошлом году была там на кинофестивале, на кинорынке «Фильмарт» в Гонконге, он там среди других режиссеров тоже, ну, были такие не мастер-классы, ну, в общем, они рассказывали о своей режиссерской карьере. И он меня тоже узнал, увидел. Мы хотели с ним пообщаться после вот этой встречи, на которой присутствовало много гонконгцев. И они просто не дали мне к нему подойти. То есть, он оказался такой звездой, как бы, да, что я к нему шла там пообщаться, он тоже ко мне шел. И они все его окружили и просто не дали пройти. Он потом в Инстаграме очень сильно нашел меня и извинялся, что вот, извините, пожалуйста, так произошло. Ну, вот. Мой, наверное, последний вопрос в завершении разговора. Вот из многих историй, которые вы рассказали, конечно, можно понять, что сотрудничество с киногруппами – это, ну, достаточно тяжелый такой объемный труд и организаторский, и чисто физические 12-часовые смены – это все. Ну, при всем при этом, в чем для вас главная магия работы в кино? Почему это интересно лично вам? У меня кино – это была мечта детства, на самом деле. То есть, я лет в один вспомнил писал сценарии какие-то, потом я снял свой фильм на один из сценариев. Ну, то есть, это мечта детства, которая реализовалась, поэтому мечтайте, кто хочет попасть в кино. Это все возможно в этом мире. Вообще, очень классно видеть те кадры, да, на съемках, в которых ты присутствовал, видеть их потом на большом экране. Ну, это, не знаю, ни с чем не сравнимое ощущение. Вот, когда ты видел, как это снимается, и ты смотришь это в кино, это прямо вау. Отлично, я желаю вам успехов, безусловно. Ваша эмиссия, она такая очень благородная и очень значимая, как мне кажется, потому что Владивосток, я думаю, мы все с этим согласны, заслуживает того, чтобы стать известным во всем мире киногородом. Поэтому только успехов и только вперед. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Спасибо. Спасибо.